Уважаемые кировчане, фронтовики, труженики тыла, дети войны, спасибо за мирное небо. Вы наш пример героизма и наша гордость. С Днем Победы! Их судьбы разные, но каждый имеет отдельное место в истории. Мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны. Они уходили на фронт ради нас, чтобы сегодня мы с вами жили под мирным небом. В честь 75-летия со дня Победы на нашем канале идет Бессмертный полк онлайн. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Шесть героических историй ветеранов». Перешейн Сергей Тимофеевич родился 18 октября 1923 года в деревне Никитинцы Кирово-Чепецкого района. Ушел на службу в 1942 году. Был наводчиком 82-го отдельного учебного батальона. В звании сержанта в составе 46-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта при выполнении задания был тяжело ранен осколком мины. После лечения вернулся на фронт. Во время взятия населенного пункта в Новогородской области был снова ранен. Награжден медалью за отвагу. После войны вернулся в родную деревню. Работал шофером. Умер в 2011 году в возрасте 87 лет. Стариков Федор Алексеевич родился в деревне Стариково-Котельнического района. Ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942-го под Ленинград. Был связистом и артиллеристом. Прошел с боями по Прибалтике к Ленинграду. Получил ранение в позвоночник. Закончил военную службу в Польше. После войны работал трактористом и мастером производственного обучения в учебном комбинате. Воронин Яков Иванович родился в 1906 году. В звании сержанта воевал в понтонных войсках. Был награжден Орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Участник парада победы на Красной площади в июне 45-го. Умер в 1995 году. Лукоянов Сергей Арефьевич родился в 1909 году. Жил в городе Зеленодольск. Работал плотником, был хорошим бондарем. Был призван на фронт в июле 41-го. Уже в августе пропал без вести. Родным успел отправить несколько писем. Лысов Тимофей Матвеевич. Родился в деревне Заостровино Уричевского района Кировской области. Был призван на фронт Уричевским районным боенкоматом. В годы войны был сапером. Двоеглазов Алексей Дмитриевич принимал участие в финской войне. После попал на Великую Отечественную. 225 дней сражался на осажденном Керченском полуострове. Бои проходили в районе Балаклавы, Болгарских ворот. Войково был ранен у станции Курганка. С декабря 42-го до демобилизации служил в 179-м дивизионе. Освобождал Кубань. После разгрома гитлеровцев на Кубани и в Крыму переброшен в Польшу.